всем привет дорогие друзья всем привет с вами как обычно в воде enter и на ваших глазах мы будем обозревать карты коз мини 2 это у нас вторая карта вторая часть проходящего коз 24к по собственно проходил 2 карта также три дня с 5 по 8 апреля ну и давайте на нее посмотрим да давай смотри на нее да вот я смотрю на неё вот это все на все давай мы не можем туда упасть не можем упасть назад но можем упасть в бог собственно не знаю чем-то сделано но окей мы идем идем к ляля и принципе предвещаем беду потому что сразу видно что мы предстоит здесь вот эта дырочка в нее тоже можно упасть на я падать не буду и начинается однообразность в плане геймплея нужно просто сохраняя определенную скорость по крайней мере цепи прыгать по парам начали вправо в левую сторону потом можно некоторые пады сокращать еще некоторые пушки допустим при заходе в трубу а мне даже даже вот здесь видно что да можно долететь даже цирка можно вот так вот сделать и тут сразу же начинать дальше то есть это мы минуем еще один там круг по моему звуку 3 по моему тоже можно да можно идем 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 высота опадиков небольшая в принципе о сколько по 48 все после иногда то вдруг отдохнешь вдруг от рака упадешь и вот тут вот начинается немножко другой этап начинается немножко другой этап здесь пады по 64 то есть тут по идее как бы заступом прыгаешь но можно делать вот так вот то есть сохраняяя определенную скорость чтобы не втекаться и делать дабл джам таким образом можно сократить но энтер я думаю подробнее расскажешь ну да тут не так много кстати про них рассказывать ну вот блин я засохотился ты просто ты зачем вправо влево так сильно вихляешь у тебя скорость растет ты втыкаешься как результат тебя нужно когда ее кстати первый раз проходил и вообще без ошибок я прошел и чем не показывать дальше ну да там бы идея все больше ничего нету а пады 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 там пады 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 хорошо какую физику мне сейчас сначала показывать внутри давай все таки надо было просто дорожка прохождение я опять же играл в физике я могу сказать то что она ну неудобная карта чё это за почему почему это я случайно не то заводом пытаюсь халбитом стрейфе чё-то скорость не набирается чё такое не понимают странно как-то непонятно то есть в утре здесь ничего прям сложного нету то есть нужно прыгать по этим падиком на ногах заворачивать единственное как мы видим вот здесь например можно срезать под не прыгать на него не тратить 700 миллисекунд сразу с этого пада начинает прыгать туда внутрь ну и также в 3 прыжка мы попадаем сюда как можно также если не хватает стрейфа попадать вот на этот краешек отсюда прыгать на снова на этот под на следующий кстати об этом даже не думал ну то есть теоретически тут можно срезать как с той стороны ну либо с той стороны либо с этой то есть с одной потому что стрейфа не хватит на обе срезы овощи никак и я резал первые срезы в основном я не знаю я попробовал как-то юзать срезку в конце и мне показалось то что это медленнее поэтому я всегда то есть здесь например прыжок резал вот сюда в тоннель и прыгал на вот этот под аниматься краешка туда ну это зависит от дорожки от того как люди про но вот спейсинга да в принципе да здесь в принципе в руку 3 вот начинают если ты пытаешься срезать вот эти вот уголки то начинается проблема потому что очень часто не хватает стрейфа когда мы пытаемся вот здесь например прыгать тут очень-очень ну там надо делать фрейм и джаб и стрейфить можно сильнее чтобы допрыгнуть до этого пада потому этому кикет не испытывал думаю трудность да у меня тоже не очень только в начале было чтобы приноровиться вот здесь вот очень сложный стрейф потому что здесь чуть чем выше мы поднимаемся тем шире становится этот вот штуковина естественно количество прыжков по количестве прыжков по моему ними не уменьшается 23 и вот 3 прыжка до самого краешка но немножко сложновато это делать прям на ходу быстро переключаясь здесь необычные срезы в кутришное когда мы здесь три прыжка запрыгиваем сюда потом поворачиваем налево и не сделать потому что это высоковато находится пазик и вроде бы не сделать и у меня по крайней мере по моему вообще никак не долететь лишь до этого пазика хотя все пьем нормально делается этой скорости много мы сохраняем скорость поворачиваем налево и спокойно прыгаем дальше вот ну в принципе здесь ничего такого сложного нет в физике 3 здесь дальше идет срезка когда мы вот с этого фада начинаем стрейфить налево причем без фрейма джампа вот прям на краешек и ски мы им вот этот уголок на выходе то есть это нам позволяет тоже сэкономить еще целый прыжок три четыре и вот и вот до того патика надо как раз долетать по-хорошему но я вот смотрю топовые таймы до в первых топ-3 просто смотрю скорости не хватает и вижу что кед кед где-то вас всех на порол где-то вот он что-то сделку это грязь потому что у вас по 107 и 4 с рекордом сейчас причем разница фрейм и кед сделал ровно 107 это достаточно интересно вцеплен тоже у тебя не там небольшой ничего такого я там как раз и запорол эти 300 где-то в прохождении там просто надо было почетче пройти все было бы хорошо на ну вот получился вот дальше на стрессом строительстве 5 наверх здесь такая небольшая проблемка потому что можно не дали прыгнуть до этого пада и нужно прям на него залезать даже спросишь и не хватает ну и здесь начинается череда таких ну вы q3 это сложная вообще штука потому что теоретически если есть скорость там около 800 с чем-то то можно просто по кружками там прыг-прыг-прыг подряд прыгать по ним но к сожалению в q3 мы такой скорость подразвить не можем и нам приходится на каждый прыжок вот так вот делать раз церкву церковь цирковь церковь и вот таким от образом подниматься также поворачивается я для себя замерил где то вот до 3 от 3 кубика можно начинать прыгать с циркла чтобы нормально запрыгивайте не втыкаться вот таким вот образом в этот впад понимать да ну и принципе все так я вот таким вот образом проходил может быть кто-то использовал например направо налево на ты таким вот образом подъем вот сами эти прыжки они их надо делать очень быстро мы быстрые маленькие циркл джампы что такое я все время падаю ну и плюс вот так сказать неудобное прохождение когда ты чуть-чуть не хватает стрейфа или еще чего-нибудь ты падаешь вниз после того как прошел вот это все это на срезал там куча всего где-нибудь здесь воткнулся и все это обидно да ну и финиш принципе выку 3 я показал теперь все интереснее во первых тут появляется намного больше срезок так чем показать тут во первых покажу срезы которые я не взял никто не завязал но она есть как мы ее никто не видел но она существует да она сложная просто как мы видим можно начинать сейчас или затем у них между собой 48 345 и корот налево максимальная 66 смотри во первых а здесь здесь срезается уголок вот с этого отсюда с уголка можно прыгать на этот дальше мы притормаживаем и начинаем прыгать по каждому пазику но если очень хорошо стрейфить хорошо завернуть и вот здесь потеряв как можно меньше скорости приземлиться на этот краешек можно допрыгнуть до того пада хоть он располагается далеко я сделал так один раз и потом решил забить потому что это очень рандомно сейчас конечно попробую долететь но вряд ли мне получится потому что приходится очень ужиматься когда поворачиваешь как можно меньше пытаться потерять скорость то есть скорость сбавлять по-любому приходится потому что ну потому что тут заворот очень резки налево но нужно как-то так завернуть чтобы в общем чтобы сохранить как можно больше скорость и правильно проходить траекторию держать держать в общем это среза есть она делается но она очень сложная поэтому я делал на один прыжок больше поворачиваю здесь один прыжок срезал потом здесь прыгал по каждому паду срезал здесь прыжок здесь как обычно срезается вот и здесь начинается очень крутая среза которая но не не немного кто вязал сейчас начну в чем она заключается в том что если мы хорошо построим прыгнем на сейчас где сдавал штампу что да ну почти да что такое у меня нет не получается скорость не хватает видишь как то есть мы делаем дабл джамп вот отсюда сюда срезаем этот под ну во первых мы выпрыгиваем из тоннеля срезаем под делаем два прыжка на вот этот патт на вот этот патт с большой траектории чтобы приземлиться надо чтобы на тот краешек попасть и на вот этот вот потому что на скорости скорости много и нужно еще не перелететь под делаем здесь тоже среза на вот этот патт с дабл джампом и после этого дабл джампа залетаем сразу в тоннель еще два по доски по то есть но к сожалению такая среза она здесь 1 2 по до больше вроде бы нигде не скипается и дальше мы просто прыгаем падиком по падиком по падиком стрейфим 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 и принципе а прыгаем по этим падиком тут я подозреваю как ты прошел я сейчас всю дорожку свою показывают здесь а здесь тоже также также в физике сипен существует срезы вот тут вот и вон там вот которые не такие простые как кажется то есть вроде просто вроде прыгаешь прыгаешь ворачиваешь и прыгаешь дальше но вот как видите я сейчас это средство запорол потому что у меня как бы не хватает кто не хватает скорости то слишком много скорости если не хватает ты не долетаешь и падаешь вниз если слишком много то ты делаешь не знаю прыгаешь куда-то дальше пролетаешь и в общем опять все плохо тут есть две два способа этого прохождения этой срезки которая вот будет дальше вот это я наверное надо все таки подальше до скорости не хватило способ номер один когда мы прыгаем по этим патиком получилось 345 вот вот таким вот образом то есть когда мы после вот этого краешка прыгаем сюда у нас не выходит дабл джампы мы просто с обычным прыжком прыгаем дальше сюда на этот под это очень быстро прохождение скипается под все круто способ номер 2 он чуть-чуть отличается когда мы когда мы стрейфим у нас может иногда случиться дабл джамп сейчас он не получится я постоянно прилетаю под я даже даже это как сказать дугу побольше беру все равно прилетая скорость я специально стараюсь сохранить вот таким образом можно еще целый под срезать и дальше опять прыгать по каждому патику вот этот способ с дабл джампом он быстрее где-то на 300 чем но очень нестабильный мне кажется но естественно и обычно среза тоже нестабильные них все нестабильные здесь это дабл джамп он он крутой он экономил сам это самое быстрое прохождение вот этой срезки то есть мы делаем добывешь я самом последнем прохождение нет я как раз 300 потерял не смог взять топ-1 из-за вот этого из среза потому что там очень много других всяких срез которые я не сделал в полном прохождении ну здесь естественно среза сюда к сожалению после того как мы здесь запрыгнули с дабл джампом остальные пады приходится проходить по одному прыжку и вследствие этого из-за того что мы теряем скорость скорость у нас здесь маленькая здесь дабл джамп у нас ну во первых он не получится точнее вряд ли получится во вторых если получится то с ним очень сложно туда улететь поэтому я прыгал просто прыжком без дабл джампа и дальше по каждому пазику дальше я разгоняюсь прыгать по этим пазиком тупым которые очень много тут раздражали дальше начинается еще очень такая сложная часть прохождения что можно сказать про вот это вот место про то что во первых здесь этот пазик он на высоте на высоте полного прыжка то есть они все нам она половинка 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 а дальше на полный прыжок то есть если мы прыгнем с этого пада туда то скорее всего у нас получится дабл джамп и мы головой врежем сюда то есть но если медленно будем делать можно постараться поправее то есть дабл джамп делать это правый уголок и потом биться головой об тоннель это быстрее круче и в принципе так и надо делать вариант номер три это делать дабл джамп и зажимать кнопку приседа в полете чтобы улететь дальше это помогает если у вас там по дорожке чтобы правильно выверить количество прыжков чтобы приземляться вот куда как-нибудь залезать на этот под я своем прохождении тестил сначала с приседом потом забил на это просто старался по большей скорости набрать и в принципе мне хватало прыжков на это все два и третий прыжком и как разрезаю сюда наверх если у кого-то стрейфа не хватает он мог там присед нажать и потом просто чуть поближе прыжки получались получше проще залезать было сюда и дальше начинается самое большое геморрой этой карты здесь есть два способа прохождения даже три способа прохождения вот этого первый способ это как вы к 3 прыжок прыжок циркал циркал циркала и так проходить все способ номер два это делать дабл джамп дабл джамп дабл джамп в общем таким вот образом принципе он использовался всеми есть способ номер три который прям хардкорный хардкорный это делать сейчас я попробую как как же это умная где-то здесь тестировал это все если она не получится дальше нужно дело в том что дело в том что можно можно проходить без дабл джампа если меньше получится вы увидите дабл джамп короче можно таким вот образом вообще без дабл джампа проходить это самый быстрый спуток быстрое прохождение но она такое рандомная скорости не хватает нужно правильно правильную скорость иметь по правильным точкам прыгать без дабл джампов причем это все в общем это возможно то есть просто прыгать по каждым прыжком прыг 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 это быстрее всего но это очень-очень сложно рандомно и хрен кто так сделает я не знаю бота спокойно так сделать я так не умею ну то есть видели она получается разы из там не знаю из 10 попыток можно про понять каким потом попрыгать потом пойдет поворот налево когда мы потеряем скорость у нас поменяется . приземление и опять нужно будет выверять чтобы прыгать по этим падом короче самое нормальное быстрое прохождение это делать дабл джамп дабл джамп дабл джамп и вот таким вот образом проходить но и стараться не фейлить как я эти дабл джампа потому что это приземлился чуть дальше этого то есть чуть побольше стрейфа взял ты следующим прыжком воткнешься сюда и пойдешь вниз или или залезешь вниз и у тебя получит потеряется способность к дабл джампу ладно ну и последнее как сказать последнее тап когда доходили до финиша вон там финиш уже горит мог так получалось что иногда можно здесь сделать дабл джамп и воткнуться как я же показывал я тут запорол одну такую классную попытку когда просто сделал дабл джамп и воткнулся в потолок и потерял кучу времени потом я понял то что надо делать дабл джамп и зажимать присед чтобы нормально пропрыгивать вот сожалению когда высота прыжка когда высота падов в полный прыжок здесь срезать никак не получится поэтому приходилось по каждому из них прыгать ну и в принципе все то есть все прохождение основывается на том сколько падов ты срежешь и как 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 часто будешь фейлиться это всего я сейчас попробую как нибудь пройти как как-нибудь я конечно запрелись наверняка где-нибудь супер но клеп подравнивать вот может не получиться дабл джамп я попрыгал просто папа диком так получилось но получилось а средства был здесь можно попробовать нет попробовать я не знаю как я так прыгаю но как-то я не падаю сейчас сейчас здесь нужно попробовать не упасть никуда дабл джампа надо все появился в общем здесь надо было проходить вот каким-то таким образом я говорю если бы я просто в своем прохождении сделал дабл джамп я бы там сэкономить 300-400 может быть взял топ-1 но ладно это ты пробуга ты говоришь нет просипен а ваку-3 у него подожди я тоже там по-моему кто-то еще был там ауру был у него авто джамп подождение хейстер и подожди что-то люблю а все ок все ок это ты немножко перепутал ну да все прям я тоже мог но внутри я точно помню что где-то я там просто чуть-чуть совсем запорол и из-за этого не взял ну ладно ничего страшного ну в общем вот такая карта с кучей падав с кучей всего сейчас мы будем смотреть демки кто насколько она проходил кто сколько смог падав срезать прилететь вот таким вот образом может кто-то нашел еще круче какой-нибудь среза но я к сожалению все срезы что нашел я показал сейчас вот ну и кто не знает ну ладно кто не знает что это за карт эта карта это кусок карты из класс 25 до 25 24 но без разницы не на коз 25 с оружием козла 4 без ну ладно давайте смотреть демки сейчас переходим к просмотру демок да кто же дает свою демку где где демки коз мини коз мини 2 физика ваку 3 так лунтик две минуты 206 а подожди там cpm а там же была демка инвалидная за 50 54 5 до 54 5 вот как раз 300 я подумал что я на том да на том на той срезке и потерял но выяснилось то что это ауру вроде как отсылал демки но это инвалид потому что он там использовал авто джамп каким-то образом не знаю как итак переходим просмотр демок в кутри топ топ-10 лунтик 206 304 плей будем делать темп скилл давай сначала хотя бы посмотрим как она выглядит все сейчас может сделаем начало прям с места не из угла в принципе углы как он медленно прыгает по каждому пазику до физики ваку 3 конечно острые где зачем так прыгать нет я наверное поставлю time scale хотя бы 1.3 готов до 1 2 3 так сейчас я пока он чуть 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 давно ссоре народ нормально да по обычному даже в тоннелях он не стрейфит он не знаю почему мне кажется он я не знаю у него стрейфа по мне не хватает очень сильно если он проходил все таки эти цирку карта с циркл джампинг пускай тренируется делите обычный стрейф использовать там не знаю синие падай зеленые пады вообще какие-нибудь падай чтобы стрейфать немножко повышался потому что вы кутри вот то что он сейчас прыгает можно без остановки спокойно пропрыгивать это вот дальше которые высокие там там уже нужно останавливаться зачем он останавливается если можно просто вперед кнопку вы держать и хотя ладно чтобы не упасть наверно следующая демка декус декус топ 9 босс быстрее на полминуты play тут уже наверняка просто к пешком не ходил наверняка до тоннелях он все равно останавливался очень много нужно не делал срезок вообще никаких по моим по каждому полу прыгает до видно вы хотя бы про строитель как бы мой в тоннеле тоже прыжками без без стрейфа без всего ну 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 блин ну почему бы не построить лишние как сказать полсекунды секунда они же тебе дадут вот ты потерял сколько там полторы секунды и потерял место пару мест наверно дожди там скелта старая стиль сейчас подожди ты я можно не включил почему я лунтик опять смотрю я его опять случайно уже почти досмотрел блин я его заново включаю сейчас и так следующий демка декус россия 131 стали что я тарарас ну ладно так досмотришь и пока можешь прокомментировать насколько крутого строитель но строитель прилично я не думаю что как-то обычным таким прохождением можно много-много урезать но учитывая его стрейк как он лучше прыгал я точно уверен что он мог срезать вот это крайне мере углы по крайней мере последний маток или другой да или первый или последний тут можно кажется не так сложно было срезать хотя бы их я думаю точно мог мы с тем скилом дальше смотрим наверно да хотя бы до топ-3 а дальше можно замедлить потому что длинные демки нам приходится каждую смотреть тут принципе ничего такого да вот он пытается направо-налево цирком из трейфить я пробовал так и так не знаю кому как удобнее в общем финиш следующее год монстрик 130 вот как раз доставляем play или хотя бы снос фо что ли начать потому что там уже более плотно идут демки но снос фо да хотя бы он срезал первые первая срезка а вот здесь это не побоялся дальше прыгать 2 срезка круто он небось вниз наверно упал если так много потерял 3 либо где-то очень медленно страдина проходил чтобы не упасть а уж здесь он не использовал срезу стрейфом там вроде просто запрыгивается налево заворачивал потерял очень много здесь тоже он не использовал этот короткий путь здесь принцип по каждому по допрыгается вот лунтик смотри грешка надо просто по каждому пазику на может даже на ты кусок посмотреть и не знаю мультика как-то медленно очень идет развитие хотя первое время мне очень нравилось сейчас он либо подзабил немножко как бы просто отправляет либо я не знаю либо на стараться лучше играть реально пады проходить хорошо нос так так скил возвращаем до пенички нос 1 10 и 7 play вообще в онлайне там по моему как раз около 10 110 и стоял очень долго там твр почти поэтому это считается не таким медленно прохождением стрейф нормальных принципе он долго не много не тратит времени на остановку на пазиках быстро начинает стрейфить срезает принципе почти каждый возможный под вот здесь он не срезал а там можно было средств один здесь он использовал это срезку но здесь в принципе ничего такого интересного просто прыжки по каждому хода нос такой в принципе может играть умеет играть потому что все наверняка уже посмотрели его мувик объем так реалити как а контролер бьем такое и его можно на канале с учетом нас найти и там просто безумные прохождение тортур которую с этими стойниками палочками с маленькими падиками все это сликовая еще и под наклоном ультра хардкорная поэтому я не думаю что он испытывал какие-то здесь сложности терял всего там четыре секунды топ-1 но что поделать вольве канада 109 и 6 play секунду данность секунду побыстрее сейчас посмотрим что здесь такого есть карта конечно такая очень неудобная поэтому на ней внутри наверно мало демок в принципе срезает да вроде все срезки используют здесь даже использовал там стрейф либо надо было побольше стрейфить и прыгать вперед либо поменьше или как он и как он срезать как-то 3 3 трясется весь как жалей когда чуть-чуть мышка дергается зачем-то остановился хотя мог прыгать дальше ну уже прыжок не прижимается уже все уже усталость сервер там 72 минуты да он немножко втыкается в пады видимо не очень правильное этот как сказать расстояние выберет вымеряет допадов откуда прыгать но лучше чуть-чуть потерять чем упасть вниз следующее winter 1091 play демк от winter еще на полсекунды он быстрее интересно где он здесь сэкономил эти полсекунды и может быть да хотя тут в принципе хорошим стрейфом не сэкономишь да наверно да здесь просто нужно фрейм и джамп очень быстро делать и даже не знаю что еще ну вот может быть на них вырулил ну у нас трефит он четче типа технично сначала в принципе стандартно как все как у меня он пока немного потерял да вот здесь это вниз или использовала нет не использовался срезку потерял сколько-то остановился опять зачем-то я не понимаю зачем там был останавливаться если можно продолжать тоже втыкался несколько раз и из-за этого мог потерять там чуть-чуть да так бы мог еще наверно 1 и 8 сделать точно ну мог бы кен x обогнать вот кстати как раз который сделал на 400 побыстрее play 1087 из-за глядь и он мне кстати написал я в принципе сказал правильно раньше писали вот так и буква г являлась как бы с облегчающим для буквы л потому что это по орфографии так правильно а сейчас начали писать как-то через просто через ай по моему ну типа то ли я типа осовременили видимо немножко в принципе неплохое прохождение много не было стрифит всегда хорошо быстрые фреймы джампы здесь он побоялся наверно или не знал о том что может можно срезать под и это остановился хорошо все останавливаются там вместе подъем подъем и он несколько раз воткнулся принципе ничего не потерял это я значит медленно проходил следующий рекрут 1074 play это уже топ-3 прохождение одно из да почти самое быстрое всего ну на 400 медленнее чем топ-1 и давайте поищем где эти 400 можно мне кажется в конце скорее всего как я интересный способ срезать да интересный способ он там не делать прямо джампа просто режет немножко в другом месте уголки да он уже использовал эту срезу который я говорил со скимом уголка а здесь на фрейме джампа втыкался немножко при подъеме значит ли это что он опытнее тебя и концовку прям чуть-чуть запорол даже не знаю опытнее и так мая ты сделал мой дом фрейм на фрейм получший посмотрим что я тут сделал как я на проходил я ну не очень хотел мучиться тем более всего три дня на карта дается маловато как по мне начинал с очень маленьким прыжком чтобы стрейфом допрыгнуть вот как раз до пазика нормальным стрейфом это вроде там экономило сто двести на вроде команда ну что еще сказать но я вижу что у тебя фрейм фрейм джампы немножко медленные относительно как бы я бы не сказал что они прям очень медленные но не очень но не может можно быстрее вот так здесь здесь хорошо получилось вот я здесь сделал застоп направо и здесь еще воткнулся то есть я вот наверное четыре ски потерял воткнулся перед перед фини последним сказать на последней ступеньке когда поворачивал налево немножко направо вывернул но не зря но не зря надо было просто изначально целиться немножко другое место пада и топ-1 кет 10700 play на 400 перегнал великого энтера как энтер мог уступить венгру я даже накид любит там всякие фрейма джампы все такое карта на стрейф ну да не вообще он большой молодец что участвует чуть ли не в каждом маркабе это тоже нужно и время это нужно и следить за этим всем он большой молодец в этом плане пушки по пазиком по каждому дальше по каждому он чего он не срезал под что он даже не срезая под все равно меня обошел у него наверно финишные пады какие-то крутые я говорю тебе фрейм жампы нет в конце на ступеньках медленнее быстрее видим поднимался то нет и особо просто кет он даже за последнюю ступеньку также запорол я не знаю как у меня тогда получилось просто пакет расслабься все хорошо так выкутной cpm переходим к рассмотру cpm демок их у нас больше да немножко больше я думаю также 1 и 3 наверно можно до 2 минуты такие на 9 12 3 4 15 демок и много из них больше минуты так что полчаса будем их обозревать undead crab ты как делаем там скилл давай сначала давай полтора что ли потому что демка длинная 200 и на минуты и давай play наверняка там упал раз 5 где-нибудь нападок на этих как-то он проходил это у нас то это что это это то есть он прыгал только на падах ты принимаешь эндер челлендж причем прыгать только только кнопкой в или нету стройку тоже стройку 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 немножко боялся пешком туда идти можно наверняка я не пойму что ему мешало просто прыжки нажимать зачем он останавливался на каждом ходе в этом самоловато там надо было чуть-чуть побольше на 400 чем-то чтобы чтобы дополнить сервер times 160 минут почти это онлайн ведь играет ну да сиропом ты знаешь сколько ее как она популярна стала на этом причем присыпь нажимает я не понимаю он думает то что присыпь ему ноги поднимает это не кс чувак для 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 людей которые не понимают этого причины того что сейчас говорю дело в том что в физе в играх основанных на движке даже и кс это ведь какой-то другой движок у них да в общем у них там когда перспользует персонаж приседает он поджимает ноги то есть благодаря этому можно было с разбегов прыгать в окна перепрыгивать кусты и все такое в физике в клейке все по-другому прыжок происходит на ту же высоту на которой вообще прыгает обычная моделька но она как бы пригибает голову вместо того чтобы поднимать ноги то есть как бы ты ни старался ты выше не сможешь прыгнуть но ты сможешь в полете прыгнуть голову и пролезть какую-то дырку то есть как как результат пригибание головы то есть зажимание контрола помогает нападок только во первых не свалиться с пада а там он просто вперед прыгал это наверное там можно было спокойно не свалиться и если я говорю если там низкий потолок куда-нибудь пролезть а так она мало нужно на самом деле когда же мы зажимаешь контрол у тебя медленнее передвижение медленнее движение все остальное то есть по хорошему нужно проходить вообще без приседа всегда вот вот если есть пады лучше не приседать на них никогда лучше кнопками просто стрейфом пытаться на них там фрейма джампе че-нибудь делать прыгать поворачивать но не не приседать хотя иногда приходится итак следующий лунтик во уже вошел двух человек подожди rx8 да и rx8 чё это плен play 153 быстрее на 30 секунд на полминуты быстрее даже интересно тоже пешком топов прыгал по каждому пазику он устанавливался после чем-то на уголках хотя можно было мне кажется спокойно заворачивать дальше у нас какой там стил 21 типа ok 3 enter поставил enter поставил а вот у меня кстати тут как раз цепь м первое прохождение 108 и пока он идет минус 20 секунд минус 12 у тебя понятно ты там забрал 4 чекпоинт прошел минус 30 зачем он так делает зачем это был жамп и потом кнопка назад зажимает что это что 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 это чувак может падал может падал много нет я вот ты дальше увидишь если ты не так я тут я тут я вижу то есть я понимаю что он скорее всего перестраховывался нет зачем чего перелетал кого или терял контроль я не знаю зачем он дабл джамп вообще нажимал один прыжок и все и и залез на пат это же был бы намного быстрее я вообще не понимаю этого смысла зачем он сейчас это делал ладно итак лунтик 1 43 8 play на 10 секунд быстрее чем rx8 скорее всего он последний пада так не делал дабл джампами а просто залезал на них остановился на базике зачем-то хотя можно было притормозить и не останавливаться это же cpm заворачивай себе мимо можно заворачивать кнопочками а и д кнопочкой в это уже можно заворачивать да лунтик знает он придуривается вечера лунтик лунтик тэдхантер помоги ему что ли делает цирклами опять проходит опять так же как физики вы кудре у него было вместо того чтобы просто сделать один циркл и потом просто прыжками до пропрыгать все как результат у него очень медленное прохождение прямо очень медленно верю карта скучновато здесь смотреть как просто прыгать люди прыгают под ними тем же потом немножко скучно вот он даже не пробовал делать дабл джампы вперед он просто прыгал а как внутри циркла на каждый следующий падик следующий в топку россии москву play не знаю кто это утопку кстати утопку это новенький просили просили обратить на него внимание но честно не помню кто просил кто-то просил извините ребят я не помню кто остановился на вороте и вон его нужно направить на истинный путь братом вот он кнопочками отправили обворачивает это круто это лучше чем у лунтика только если он даже новенький вот но желательно вообще не останавливаться на падах ты можешь сохранить скорость от предыдущей просто попытаться притормозить кнопочкой а с притормозить просто фрейм и жампом маленький сделать и и таким образом не стоять не не ждать на этом падике а просто прыгать дальше очень много останавливался на ходах там очень много хотя можно было просто по ним продолжать прыгать проходил все это с трейфом и просто циркл джампами типа циркл джампами какими-то они не совсем понятными ну ладно пешка джампы такие пешком да ну вот дошел до финиша следующих head hunter play 1249 быстрее еще на 6-7 секунд наверно получается 6-6 правильный самодеватель у нас по-прежнему все плохо поэтому я думаю страшно вот он прыгает прямо прямо по прям по патикам при просто заворачивать на . и д вот принципе так же и надо было проходить это было быстрее выходит чем предыдущие прохождение когда парень останавливался на каждом парике на каждом угловых здесь он даже хантер он даже срезами и зал хотя предыдущий декор она была и несмотря на это смог догнать и перегнать вот он больше скорости сохранял как-то и утопку утопку вот так звучит прям так умку а это да 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 ну уж производная нет на умку это медведь а утопка это я знаю это какое-то силу село или горы что такое и баня условно утопишь нет не помню не знаю ладно следующий хулиган play на 5 секунд на 3 секунда целых наверняка прыгал также по каждому по дику меньше остановок больше больше прыжков вот срезал падик здесь еще срезал падик здесь видимо начинается уже срезание падок кто больше стрелал тот и победил срезал больше всех судя по всему энтер победил он ну да срезать хорошо и в целом контролирует скорость и несмотря на это он обогнал хорошо контролирует скорость в принципе поворачивает опыт ему благо позволяют это делать потому что играет он уже очень давно до ваткнулся немножко в стенку на все равно обогнал волк а потому что он забыл джампами проходил до даже так частично пройдя зовут шампу и он сделал намного быстрее там а мог бы еще быстрее если вы нигде не впилился он баке анекса мне кажется обогнал смотрим будем уменьшать или потом так скилл бывает 2 сейчас меньше на 1 океан x 113 play еще на 9 секунд быстрее вот он наверное не падал никуда и проходил хорошо на им киа он даже фрейма джампами проходил зачем-то сейчас остановился мог срезать кстати прыжок он может он думал что этого кутри типа потому что он же в кутришник по идее но все равно как-то странно для очень непривычно и про видеть когда в физике себе проходит какого по 3 но сделал срезу он не упал как на у заворачивать циркл джампами он прям не знаю чувак получи немножко физику вообще как поворачивать в ней кнопочками а и д да он знает он знает а я не знаю почему но это выглядит как вы кутри прохождение прям целиком от начала до конца это себе тоске next говорит нам вы слабаки я возложу цпм как у катришник просто поровнувых и собственно порвал он сделал получается он 11 сделала в кутри 107 где еще 5 секунд что лол и океан next ну блин ну ты хотя бы выпутри бы себя перегнал что дожди у него сколько кутрить 11 80 странно ладно в мак ввп play 109 и 0 это у нас еще на получается 2 и 3 секунды 9,3 вот такой непривычный циркл когда он вверх дергается главное чтобы скорости давал вот это две срезки 3 принципе стрейк нормальный хотя не помню первую сделали нет и заметил остановился еще очень сильно побоялся на ли разворачивать неплохо неплохо проходит срезу сделал и даже ну мне кажется очень даже хорошо повернул слушай еще классно привет москальдом раскачу обогнал маска ля ты без рэш вообще просто кнопкой в проходят эти пады ну так можно но это медленнее намного чем маленький циркл джампы который чуть больше это было зато для него надежнее и как бы он он зато точно дошел до конца и это принципе хороший плюс как мы всегда говорим пусть медленно но зато чисто без без косяков и просто гимрог 1073 play еще на сколько там полторы 1 и 7 секунд получается быстрее и так да немножко стрейфами не хватает он вообще не в те зоны пытается взгляд направлять почему-то срезал 1 или 2 срезки здесь еще здесь не использовал почему-то срезу пить прыгнул под почему циркл не заворачивал направо налево хотя можно просто притормозить и завернуть кнопочкой а продолжается прыжки по каждому пазику добыл джамп ударился голова принципе все нормально и здесь начинается залезание по каждому пазику хоть так последний патики не пахи до в целом 4 даже не знаю так посмотрел что-то можно вроде как-то медленно и не очень быстро но вроде обошел куча народа вам варпак вроде то прошел кажется чище как бы сделал получается ну ну в общем гимрог старая сел лучше давая что последний раз такая дымка была волги на 3 секунды быстрее play 1042 надо канада канада это не xpc и канада вот они острых получше он вроде правильный зону направляет ой даже классно срезал с обрезанием скорости и здесь тоже срезал прыжок и здесь тоже все хорошо здесь этот срезка не использовал ни одну вот только одну в конце прыжки и скорости мне не хватило чтобы сразу направо как залезть он был утрешной срезки проходил здесь тоже угловые они очень сложные срезы но что поделать хочешь вр и не так раскорячишься как говорил дядя женя собственно все на лицо но и вот такие цирклы они в принципе и нормально они хорошие неплохие я я изначально как первый раз проходил эту карту я так и проходил вот так по одному прыжку потому что это более четко надежно вот а дабл джампа можно случайно прилететь какой-нибудь патт или чего-нибудь там загрузки вот я дабл джампами проходил и у меня по чекам было в общем плюс 2 секунды от него в конце да да будешь они быстрее дабл джампа намного они экономят там чуть ну не так чтобы намного но они экономят у тебя быстрее а ты прыгал на по срезу на правый пад и зал или на левый вот а он наверно там потерял которая не я как он пропрыгал в общем в конце вот эти пады которые с большими уже расстояния и чисто вот разница я посмотрел разницу чисто вот он так как на каждый просто циркл делая дабл джампа не все пришел и две секунды разница ну может быть так кто следующий я уже потерялся мяки пус мяки пус мы сейчас рада листа просто play 1039 очень неплохой стрейк срезал первое сделал первую срезку вторую срезку в принципе все отлично третья четвертая раз два три и не сделал сделал только здесь в конце то есть как результат он почему-то сделал минус 0 не знаю почему я не понял почему минус 0 настоящим чек-поинт сколько будет интересно в минус 16 при этом что примерно прошел или а там видимо тригер так наискосок располагается знаю как как-то располагается так у нас некий пустит собачка может это фейков чаркина как думаешь не уверен и так не забывай рано хорошо постараюсь просто уже поздно я спать хочу да да я абсолютно солидарен на один фрейм обошел его абибас 1030 904 play предполагаю что у него получше финишные запрыгивания напады может быть он даже дабл джамп не делал но сейчас посмотрим так стрейк вроде бы неплохо сделал первую срезу завернул сделал вторую срезу круто третью и четвертую и сейчас еще не сделал и здесь тоже не сделал ну что же так вот он уже потерял две с половиной секунды так здесь перепрыгнул под зигзагом проходил все просто прыжками без остановок и это намного быстрее чем прохождение других людей которые останавливались на каждом падике дабл джамп присед надо было зажать контрол и ты бы пролезть туда вот он дабл джампом проходил и это даже несколько раз остановился заткнулся вот это получилось быстрее даже чем многие другие прохождения и топ-3 быстрее на 3 секунды получают нет 4 ой какой же 66 секунд уже все уже обзор на 57 9 play 1 кто вышел из минуты собственно наверняка заюзал много-много срезок давайте очень хороший стрельба обзор на ой плюс 1 и 2 ой это лох блин я не знал что так можно а че так можно было да я тоже так я тоже так хочу он прям ну и здесь еще по-другому сэкономил и прям и крутые срезки если бы я знал о них я бы их использовал хотя он остальные очень много срезок не использовал ну вот ведь что он нашел вот эту сто остальные не нашел и он подумал то что залезал вот это ему как раз стоило очень много потому что я был жалко быстрее ну то он идет вот он чек передали комнаты один плюс 11 и 7 у него там больше не переходит потерял и приходит он дают на полторы секунды меньше андет москаль 20 56 и 008 play масса коль да вот топ-2 занимает он у меня ругался то что если бы не я он бы топ-1 занял ну что поделать я к сожалению тоже решил дамки расслать ну да он забыл жампа тоже залетела в проход принципе моя дорожка за дожди или здесь что-то не то или чё за странное откуда такие минусы здоровенные плюсы не знаю почему у меня показывает минус полторы секунды на а это онлайн я тут я думаю что за страшная такая узор на тоже онлайн или фангла тут уже это был шампы да не сохранял одну скорость и стабильно просто про прием большой очень классное прохождение нигде не запоролся занял вот второе место ну и топ-1 моя демка 54 8 play я мне не понравилась карта я че могу сказать а прохождение понравилось смысле прохождение но свое ну если бы я знал про срезку зорно я бы был бы круче много прохождения атак он помедленное получается можно было там 53 52 сделать спокойно но неспокойно на сделать плюс секунды перу че захочет здесь куча скорости там прям точно нельзя никак срезать то вот это что ну там можно мне кажется по-любому просто секунды ничего не тестили что именно где просто все уже проехали сидите со со своими нуба роутами тут вот люди бы поиграл дал бы он 49 сек и финиш с дабл джампами и и и плюс 200 от меня на финише красава я думал в тайпске или 05 не будем смотреть потому что дамки очень медленно и мы всех так вроде бы посмотрели давайте давай инвалидную посмотрим демку за 54 и 5 ну давай так глянем и плей там просто все то же самое как я полагаю что и у тебя но с авто джампами которые аурум видимо забыл выключить че ты на своем сейчас я покажу сейчас замедление видите сколько он времени держит прыжок он прыжок зажимает на один единственный фрейм в момент касания земли вот вот так нельзя так делать это это 4 это в смысле рук руками можно в смысле ботам нельзя нельзя такие демки отсылать на компетичное вы чё и вообще так 4 взять нельзя вот он использовал тоже срезу я не знаю где он здесь 400 закона я просто как-то побыстрее получается прошел и вот на последний где-то прыжках не знаю где но в общем че-то демка плохо не делайте так не отсылать такие ну что ж ну что ж вы посмотрели обзор от вудей на карту коз мини 2 сейчас я переключусь на браузер да вот они результаты на сайте devcoms.ru сюда можете заходить видеть скачивать демки если кто хочет может потыкать поскачивать посмотреть прокомментировать кому что нравится не нравится сейчас уже к сожалению даже завершился третий competition я не знаю делать обзор на него или нет войну то есть обзор на рассказывать про то что он там что-то делать не идет зря я проскалил ладно в общем мы будем делать обзор на него скоро сделаем покажем всем демки и будем его обозревать на данный момент пока это все да всем спасибо что есть еще добавить а приходите на стримы скоро не будут чаще присылайте демки и мы вас будем смотреть да как обычно будем лайкать критиковать будем будем с вами делать все что захотим поэтому присылайте участвуйте за все дают рейтинг все поощряется скоро также восстановится онлайн капы на которых будут с интересной тематикой и поэтому посещайте devcoms и всем удачи тогда уже наверно всем пока пока всем спасибо всем пока